Здравствуйте! Тема нашего урока – история изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии. На этом уроке вы узнаете об истории археологического изучения Казахстана и о роли намодистики и этнографии в изучении ранних традиционных культур Центральной Азии. «Наша земля без преувеличения стала местом, откуда происходят многие предметы материальной культуры. Многое из того, без чего просто немыслима жизнь современного общества, было в свое время изобретено в наших краях. В своем развитии насельники степей открыли миру множество технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света. «Летописи хранят немало известных фактов, когда предки казахов не раз кардинально меняли ход политической и экономической истории на обширных пространствах Евразии». Нурсултан Назарбаев «Семь граней Великой степи». На прошлом уроке мы с вами узнали о понятии традиционная цивилизация и об основных группах письменных источников по истории ранних традиционных цивилизаций. И, как вы уже помните, ранние традиционные культуры изучают путем сопоставления данных археологии с данными письменных источников. С помощью археологии изучают изменения в материальной культуре, науке, технике, технологиях, которыми пользовались люди. Впервые об археологических памятниках Казахстана принадлежат сведения средневековым путешественникам, ученым, историкам, географам. В своих трудах они упоминали о каких-либо необыкновенных предметах, изображениях, увиденные ими лично, дошедшие до современных им событий. Археологические раскопки на территории Казахстана начались в 1862 году, когда Василий Васильевич Радлов произвел раскопки курганов в зоне вечной мерзлоты на Алтае. Николай Николаевич Пантусов первым описал и сфотографировал петроглифы на скальное изображение, а в 1889 году провел раскопки трех курганов в Семеречье. Востоковедом Бартольдом в конце XIX века были осмотрены памятники Чуйской, Таласской и Елийской долин. Его труд, отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью, остается образцом историко-археологического исследования. В начале XX века археологические памятники Казахстана начинают исследовать Оренбургская архивная комиссия. При комиссии существовал музей. В дальнейшем на его базе был открыт Центральный государственный музей Казахстана. В течение многих лет в Центральном Казахстане археологические исследования велись под руководством ученого-археолога Маргулана, позднее под руководством Кадырбаева. В Восточном Казахстане исследования эпохи бронзы и железа одновременно проводились археологом Черниковым. На территории Южного Казахстана и ЖТСУ такие же работы проводились под руководством ученых-археологов Агеевой, Акишева, Максимовой. По результатам исследований Акишева, сакских курганов и могильников на территории Аталаколя до Таласа воссоздана научная картина истории сакских племен региона ЖТСУ. В настоящее время все они учтены, занесены на карту и взяты под охрану государства. Имеющиеся в нашем распоряжении найденные при раскопках курганов и могильников материалы дают очень много ценных сведений о жизнедеятельности племен, живших в тот период. Археологические исследования в 20-30-х годах XX века были связаны в основном с эпохой бронзы. Только в одной Актюбинской области были исследованы более 500 поселений и могильников. Большой вклад в изучение древних памятников Сарарки, древнего горного дела и медиплавильного производства внес Ханыш Монтаевич Садпаев. Бронза не встречается в природе в чистом виде. Смешанные руды, медь, олова в древности в обилии встречались возле современного Зырьяновска, Жесказгана, в горах Хархарала, Акшатау. По подсчетам известного казахстанского ученого Ханыша Садпаева, в древние времена в Жесказганском регионе был выработан почти 1 миллион тонн руды, из которой было получено более 100 тысяч тонн меди. Экспедиция под руководством Александра Берштама изучала городище средневекового Тараза. В статьях Берштама были не только опубликованы новые материалы, но и намечены и частично решены важнейшие проблемы истории средневекового города, взаимодействия оседлого и кочевого населения юга Казахстана и Семеречья, вопросы сложения города и его культурно-исторических связей, а также исторической топографии. В 1946 году с учреждением Академии наук Казахстана большинство археологических работ в республике стал проводить Институт истории, археологии и этнографии имени Шуканова-Алиханова. Центр археологических исследований переносится в Алма-Ату. Был сформирован отдел археологии, руководителем которого становится Маргулан. Алькей Хаканович Маргулан возглавил Центрально-казахстанскую археологическую экспедицию, которая исследовала в Сарарке стоянки эпохи Неолита и Энеолита, поселения и могильники эпохи Бронзы, погребальные сооружения сакского и тюркского времени, средневековые городища. В 1954 году начинает свою работу Ильийская экспедиция под руководством Кемаля Акишева. В первый же сезон Ильийская экспедиция обнаружила огромное скопление курганных могильников эпохи Саков и Усуней, а также царские курганы Бесшатыр и петроглифы в урочище Тамгалы. Очень важным событием стало открытие в 1969 году захоронения золотого человека в кургане Иссык. Изучение золотых украшений, головного убора, одежды и вооружения изменили представление об экономике саков и в культуре, и мифологии. Открытие имело большой резонанс в мировой науке. Мир Касымулы Кадурбаев начинает проводить исследования петроглифов 70-х годов XX века. Также он проводил раскопки в Центральном Казахстане, исследовал сакские курганы, в дальнейшем получившие название «Тасмолинская культура». С 1980 года североказахстанская археологическая экспедиция под руководством Виктора Зайберта обнаружила поселение Бутай. Это и неолитическое поселение, исследования которого доказали, что именно здесь, в степях Казахстана, была одомашнена лошадь. Важным стало открытие Карлом Байпаковым сакских оседлых поселений в предгорной и степной зоне Ильийского Алатау. В 1980 году мы открыли археологическую культуру, которую назвали Батайской. В 1993 году на Батай приехали первые исследователи западных стран Америки, Великобритании, Германии. Вот так начался наш научный союз, и он продолжается по сей день. На этом снимке мы видим основную часть Батайского поселения. Вот эти темные точки – это дома, землянки характерного Батайского типа. Мы также можем увидеть в окружении этих домов маленькие углубления, в которых было найдено множество лошадиных костей и предметов быта бутайцев. Также здесь можно увидеть постройки, которые, возможно, использовались как загоны для лошадей. Очень четко прослеживается граница, отделяющая эту зону. В настоящее время продолжаются раскопки берельских курганов в казахстанской части Алтая. Также продолжается исследование петроглифов. В 2005 году петроглифы Тамгалы были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Значительную роль в изучении традиционных культур Центральной Азии играют намодистика и этнография. Намодистика – это довольно молодая наука, получившая развитие с середины XX века, изучающая кочевой скотоводческий уклад и кочевое общество во всех его аспектах. Изначально эта наука занималась этнографическим описанием современных кочевых обществ. В настоящее время ею занимаются не только этнографы, но и историки и археологи, изучающие кочевую цивилизацию в целом. На этом слайде вы видите авторов и их работы, которые были посвящены кочевой цивилизации казахов. Теперь переходим к практической части нашего урока для проверки пройденного и дальнейшего закрепления нашей темы. На этом слайде вы видите таблицу, где вы должны написать верные или неверные утверждения. Посмотрите, пожалуйста, свои ответы. Вы видите, первое и третье утверждения – верные. Второе и четвертое утверждения – неверные. Задание номер два. Соотнесите портреты и имена видных казахстанских деятелей археологии. Верные ответы. По цифре 1 мы видим портрет Кемаля Акишева. По цифре 2 мы видим портрет Каныша Садпаева. Итак, подведем итоги нашего урока. На этом уроке вы узнали об истории археологического изучения Казахстана и о роли намодистики и этнографии в изучении традиционных цивилизаций Центральной Азии. Также вы узнали о том, какую роль играют в изучении традиционных культур вспомогательные исторические дисциплины. И, как вы уже поняли, казахстанская археологическая наука добилась огромных успехов в деле изучения прошлого Казахстана. было изучено много археологических памятников. На этом урок наш окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова